Я приведу еще несколько цифр, просто для того, чтобы лучше понимать, на каком фоне пенсионную реформу и правительство разрабатывало, и депутаты сейчас принимали. Министерство финансов на этой неделе отчиталось, что госдолг Украины в начале осени опять вырос до 76,5 миллиардов долларов. Это почти 2 триллиона гривен. При этом в ближайшие 5 лет Украине предстоят пиковые выплаты по займам. В целом придется отдать почти 29 миллиардов долларов. Так что, похоже, в этих условиях требования МВФ будем выполнять еще очень долго и очень-очень внимательно. А вот как при этом политики и Кабмин будут лавировать, чтобы и фонд удовлетворить, и рейтинг не раз терять окончательно, хорошо показывают детали как раз пенсионной реформы. Эти детали в нашей справке. Обыграть всех, и своих, и чужих. Депутаты дали старт пенсионной реформе, а вместе с ней шквалу споров. Ведь в документе слишком много подводных камней. Момент первый – игра с возрастом. МВФ требовал его поднять, что непременно ударило бы по рейтингу украинских политиков. И правительство нашло выход. Пенсионный возраст формально остался прежним. Вот только идти на пенсию украинцы будут позже. Ведь вместо него существенно увеличили минимальный страховой стаж. Сейчас это 15 лет. Но с нового года будет 25. А до 2028 уже 35. Нет стажа – работай дальше. До 65 лет. Или покупай. Один год – 17 тысяч гривен. При этом купить можно только два года. А если нет ни стажа, ни денег, ни сил работать дольше, тогда вместо пенсии будет социальная помощь. Момент второй – игра со стажем. У многих их трудовые годы окажутся напрасно прожитым временем. Особенно для 40-летних. К примеру, в 90-е многие работали неофициально. А значит, по новой пенсионной реформе, считай, и не работали. Предпринимателям-упрощенцам засчитают стаж только с июля 2000-го. Годы обучения в ВУЗе до 2004-го тоже мимо стажа. Декретный отпуск до 2004-го также не в счет. Почему правительство и депутаты выбрали именно такие временные отрезки – непонятно. Но МВФ был против, чтобы студенческие годы засчитывать в стаж. Вот и получился компромисс. Кому-то засчитали, а кому-то нет. Третий момент – игры с досрочным выходом на пенсию. Чернобыльцы, учителя, медики, шахтеры, химики такую льготу теряют. Но при этом депутаты проявили удивительную внимательность. И в новом законе об образовании льготный стаж для педагогов оставили. Досрочно выйти на пенсию смогут лишь военные и правоохранители. Все остальные только при наличии 40 лет непрерывного трудового стажа. И только через 10 лет. При этом в реформе сохранили социальное неравенство. Прописали дополнительное пенсионное обеспечение для топ-менеджеров госкомпаний и работников прокуратуры. И четвертый момент – игры с размером пенсии. Уже в октябре пенсионеры получат больше. Повышение от 100 гривен до 1000. При этом большинство получит все же минимум. Пресловутое осовременивание тоже неоднозначно. В формулу расчета пенсии заложен коэффициент страхового стажа. А его существенно снизили на треть процента. А это значит, что люди, которые выйдут на пенсию с нового года, получат выплаты на 20 процентов ниже, чем пенсионеры нынешние. Индексация, против которой выступает МВФ, тоже вроде как обещана. Но вроде как и нет. Ближайшие три года она не будет автоматической, а только по решению парламента. Как только реформа заработает, начнется новая игра, в которой каждый украинец должен установить свои правила и заботиться о старости сам. Ведь игре по правилам государства выиграть пока невозможно. Напомню, что все эти жесткие правила приняты для того, чтобы хоть как-то сократить дефицит пенсионного фонда, который сегодня достигает почти 150 миллиардов гривен. Впрочем, только таких решений, наверное, все равно не хватит. Придется запускать еще и накопительную систему пенсионного обеспечения. По закону она должна заработать с 2019 года. Вдобавок к существующей сейчас солидарной системе, когда пенсии выплачиваются только за счет поступлений от работающих украинцев. Ну а теперь давайте подробно разберемся, за что же на этой неделе проголосовали депутаты. Начнем, пусть не с самого буйного, но с самого важного, если посмотреть глазами большинства украинцев, с пенсионной реформы. Все-таки именно это решение затрагивает интересы наибольшего количества наших граждан. За пенсионной реформой стоит еще один субъект, Международный валютный фонд, который называл ее ключевым условием для получения Украиной нового транша. Напомню, что за три года наша страна уже получила от фонда 4 кредита. 5 миллиардов долларов весной 2015 года, еще миллиард 700 миллионов летом того же года, и по миллиарду осенью 2016 и весной 2017. С помощью именно этих денег Украине и удалось остановить падение гривни и стабилизировать финансовую систему. Собственно, ради этих целей, как утверждают нацбанки и Кабмини, очередной транш нужен и сейчас. А вот будет ли он уже осенью этого года? Или принятая пенсионная реформа еще может и не устроить МВФ? Это вопросы для наших экспертов. Тарас Казак и Тарас Загородний сейчас на связи со студией Подробности недели. Друзья, я вас приветствую и благодарю, что присоединились. Первый вопрос Тарасу Казаку. Тарас, скажите, пожалуйста, ваш прогноз. Оценят ли позитивно в МВФ принятую Украиной пенсионную реформу? Если да, то когда Украина может получить очередной транш от фонда? И как эти деньги могут быть израсходованы? Прошу. Еще весною наш уряд и наша влада святилась оптимизмом, что до конца 2017 года мы получим целых три транши от МВФ. С часом, час всплывает, пока что жодного транши нет, потому что ті вимоги, которые выисовывал МВФ, мы не выполним. С другой стороны, МВФ тоже иде на встречу. Он снял певные вимоги, например, вольный обеих земли, взятие мораториев. Цих вимогов в 2017 году уже нет. Но пенсионная реформа была такой вимогой, от которой МВФ не могла. Она ишла очень непросто. Первый урядовый законопроект не был исполчен МВФ, была долгая затримка. Нарешті, все-таки, когда его поддержали МВФ, его внесли в Верховную Раду. И в первом читании его поддержала Верховная Рада. Но после этого понад 2 тысячи правок наши народные депутаты запропонировали. И большая часть этих правок не была поддержана МВФ. Мы видели даже в лист МВФ, мы видели в лист Святого банка, которые сказали, что занадто правки спотворюют этот законопроект. Но, наконец-то, часть этих правок все-таки народные депутаты ухвалили. И, наверное, в последний момент МВФ и Святой банк сказали, что так, нас влаштовывает эта редакция, которая ухвалена депутатами в Довгом Учитанном. И поэтому я надеюсь, что пенсионная реформа, это наибольший камень спотекания для МВФ, влаштует. Еще два момента, которые МВФ вимагал, буквально месяц тому, это борьба с коррупцией, посиление борьбы с коррупцией. Тут тоже надо признать, что есть определенные изменения. Недавняя изменена позиции президента, который еще 2 недели назад рассказал, что антикоррупционные суды бывают только в Кенеи или Угандии, и он не готов их запроводить в Украине. Остальные слова нашего президента про то, что так, он будет требовать от нашего парламента створить этот антикоррупционный суд. И наступное, это приватизация. Приватизация тоже начала рухаться. За последний месяц мы продали 5 энергокомпаній, приблизно на 3 миллиарда гривен, не такая велика сума, но хоть что-то, потому что последние годы этой приватизации не было. Поэтому я вважаю, что этих кроков, в принципе, достаточно, чтобы с оптимизмом сейчас дивиться на тот транш, который мы получаем. А на что он пойдет? Он пойдет, правда, на поддержку гривен, потому что вся сумма, которую выдает нам Международный валютный фонд, она не может быть вытачена ни на пенсии, ни на подняте стандартов, ни на вчителев, ни на лекарев. Выключено в золото валютные резервы Национального банка для поддержки фрусовой стабильности нашей гривни. Понятно, спасибо, Тарас. Вы так подробно описали титанические просто усилия Украины для получения очередного транша, что у меня родился вопрос, но задам я его уже Тарасу Загородневу. Тарас, вот как вы оцениваете вот все, что только что о чем говорил ваш коллега, те решения, которые украинским политикам приходится принимать вот под таким давлением западных кредиторов? Вот деньги Запада, они действительно стоят таких жертв и ограничений, на которые нам приходится идти? В дейсности, деньги МВФ нам не очень нужны сейчас, потому что экономика у нас достаточно поживалась, и говорить о том, что нам нужно брать дополнительные деньги, я не вижу причин. Но деньги нам будут намагаться давать, потому что МВФ – это бюрократическая структура, которая фактически зарабатывает деньги на выдачу кредитов другим странам. И хочу зазначить, что в дейсности то, что было перелечено до этого, это, дай Боже, 20% вимог, которые высылал МВФ еще 2-3 года назад. Это был антикорупционный суд, и приватизация, и так далее. Но в дейсности, украинская влада не выполняла этих вимог, а транши продолжили не надаваться, потому что это вигидно, в первую очередь МВФ. Единым чинником, который может зараз заводить на данную чергового траншу, несмотря на так называемую пенсионную реформу, хотя это не есть пенсионная реформа, а фактически штучное снижение количества пенсионеров, как бы ни говорили, это цинично, потому что им нужно какого меньше людей, которые будут претендувать на их деньги, потому что мы их должны повернуть. Единым реформальным требомом может быть, и что может гальмовать, это сейчас отсутствие легитимного головы национального банка, который, как известно, у нас никак не может пить в отставку, и не может быть признан глава национального банка, потому что МВФ всегда требует, что нужен легитимный уряд, и должен быть глава национального банка, То есть, подтверждены в парламенте, потому что Гондарева заявила уже полгода тому и про свою отставку, как не может пойти. Поэтому в данном случае это единственная перешкода, но деньги, я думаю, будут давать, потому что МВФ выгодно, они на этом заработают. Понятно. Ну что ж, время покажет, время и деньги, возможно, позволит от МВФ нам пересчитать. Спасибо. Тарас Казак и Тарас Загородний отвечали на мои вопросы.